Говоря языком строителей, готов первый этап, второй очереди из четырех. Это участок в районе автомобильного моста. Рустам Хамитов отметил, набережная это нужный объект для жителей республики и поблагодарил рабочих. Разные были оценки, но сейчас мы смотрим, что на самом деле получается красиво. Протяженность второй очереди набережной 2 километра, а стоимость работ более 2,5 миллиардов рублей. Из федерального бюджета выделено порядка 1 миллиарда. Строители сдали этот участок с опережением на полгода. Говорят, работали без перерывов. Все здесь сделано руками уфимцев. Много очень ручного труда, вот даже эти столбики, эти ограды. Это фактически вручную отшлифованные изделия. Вторая очередь чуть дальше. Мы рассчитываем сдать ее в сентябре. Уже через месяц на этом участке начнется строительство автомобильной дороги, а затем благоустройство. Так что пешеходам нужно быть аккуратнее. В первую очередь это гидротехническое сооружение, которое рассчитано на подъем воды до 12 метров. Один из главных вопросов, как будет благоустроена набережная. Пляжные лежаки, дикий виноградник, летнее кафе. Глава республики также проверила комфортность шоурума под открытым небом. Это только один из вариантов оформления. Декоративные деревья, цветы, баннеры с башкирской природой и удобные качели. Уфимцы также могут нести свое предложение об благоустройстве набережной. В любом виде. Можно через интернет, можно даже открыть отдельный интернет-ресурс, можно открыть и прямо там собирать всю информацию. Форму, я думаю, мы придумаем. Это гидротехническое сооружение, здесь нет благоустройства. Благоустройство будет потом. Но тем не менее, это уже та набережная, где можно гулять. Одна из идей сделать старый мост через Белую пешеходным. Но только когда будет построен третий мост, готовится проект сооружения. Фархад Самедов отметил, это свяжет набережную с противоположным берегом в единую прогулочную зону. Это отдаленная перспектива 5-15 лет. Но уже сейчас можно сказать, что набережная – это уникальный проект. Такой набережной, такой объемной, несколько уровневой, трех-четырехуровневой в стране нет. Во многих городах был, но обычное плоскостное решение. А здесь объем, здесь интересно обыгрывается, все здесь получается совершенно другая интересная картина. Набережная растянется на 7 километров. Работы ведутся по трем направлениям. Это гидротехническое сооружение, автомобильная дорога и благоустройство. Ведут ее в эксплуатацию осенью 2019 года, к столетию республики. Алина Гребешкова, Андрей Шуняев, городской телеканал ЮТВ.